Доброе время суток, дамы и господа! Картина ТВ. Вопросы и ответы. И, как всегда, я ее ведущий Юрий Терман. Давно мы с вами не встречались по спортивной тематике. Дело в том, что я подумал, что маршруты вам известны, где смотреть уже понятно. И поскольку все уже знают, где и что показывается, нет особой необходимости выходить каждый раз в эфир. Но поскольку давно меня не было, и наверняка за это время появились новые люди, и кто-то подтянулся к нам, есть смысл, опять же, повторить, где и как смотреть главную лигу чемпионов и лигу Европы, европейские кубки. Поскольку Россия, как мы знаем, в этом году не показывает, и понятны ее причины, почему, но, мало того, здесь еще и финансовые причины во многом наложили, кроме политических каких-то свой отпечаток, потому что весь европейский футбольный контент, вот этот вот международный, Лиги Европы, Лиги Чемпионов, Кубка Конфедерации, а также и Лиги Наций, он ушел в платный контент, в данном случае в России это корпорация ОККО, которая показывает все эти матчи, и также это, кстати, тенденция и в Европе, и в мире она тоже самая. Сегодня английский футбол уходит на платный контент, и европейские кубки, конечно, тоже. Но мы стараемся с этим бороться, и те, кто уже знают, те знают, а для новичков, как говорится, да и, может быть, для кого-то тоже напомните, где смотреть Лигу Чемпионов. Итак, Лига Чемпионов, как всегда, по традиции с этого года проводится в три дня, а не в два, и игры идут в вторник, среда и четверг. Вместе с Лигой Европы еще заканчиваются какие-то матчи. И матчей будет показано много. Будет показано аж девять игр Лиги Чемпионов, и одна игра Лиги Европы. Итак, где что смотреть. Во вторник по картине ТВ Ситанто Спорт на приставках канал Ситанто Спорт 3 будут показаны во вторник аж две игры. Словом, Братиславский в Лиге Чемпионов будет принимать Милэн итальянский. Также состоится сумасшедший матч Бавария-ПСЖ. Игра будет в Мюнхене. Игра будет невероятная, интересная и захватывающая. Я умышленно не называю время трансляции матчей, потому что, во-первых, все эти игры в картине ТВ можно смотреть в записи. А во-вторых, в разных местах мира разные часовые пояса, и время у всех разное. А я знаю, что вы смотрите в Живу, и кто-то смотрит в 2, кто-то в 4, кто-то в 6. То есть, давайте посмотрим в расписание у себя на приставке, и вы сможете найти эти матчи. Также в Лиге Чемпионов будет показана еще одна игра. Это будет игра «Спортинг», будет встречаться с лондонским Арсеналом. Португалия, Англия, всегда интересное противостояние. И эта игра будет показана по каналу ITV Азербайджан. И этот канал находится в папке интернациональных, национальных каналов в картине ТВ. Ищите его там, найдете ITV. Среда, 27-е. Значит, 27-го числа в среду состоятся игры по «Сетанта-3». И это будет игра «Интер» будет принимать немецкий «Лейпциг», а «Цервена-Звезда» встретится со «Штутгартом». Также состоится игра «Ливерпуль-Реал». И эта игра будет показана также по «Сетанта-спорт». А по каналу ITV будет показан матч. Впрямую будет показана игра «Астон-Вилла-Ювентес». Это все лига чемпионов. В четверг, 28-го, покажут по «Сетанта-спорт» повтор игры «Астон-Вилла-Ювентес». Разница лишь в том, что по этому каналу «Посетанта-спорт» комментаторы будут не азербайджанские, а русские. Я вам скажу, что мне азербайджанские нравятся больше футбол. Это эмоции, а не язык. И фамилии футболистов всегда понятны. Но как комментировать умеет в Азербайджане горячие ребята? Потрясающе комментируют. Я люблю смотреть футбол у них. Значит, и у нас получается также игра по «Ай-Ти-Ви». Будет показана... Кстати, два матча будут... Два матча, я сказал, один. Нет, два матча будут показаны из Лиги Европы. В «Сетанте-спорт» это будет показана в четверг игра «Тоттенхэм-Рома». А на канале «Ай-Ти-Ви» Алкмар, голландский, будет встречаться с турецким Галатасараем. Игра будет в Голландии, и это Лига Европы. Можно было бы здесь поставить точку, но я хотел бы напомнить тем, кто недавно присоединился к картине Ти-Ви, научить и подсказать, что по каналам «Сетанта-1», «2» и даже «3» и даже «Сетанта-4», которые находятся в синем квадрате, а не в картине Ти-Ви, вы можете смотреть игры НХЛ и NBA. Матчей показывают очень много, освещение идет полностью. Полное, очень классно. А также очень хороший документальный фильм был показан в воскресенье, если я не ошибаюсь, в это последнее воскресенье. И он был показан по каналу «Матч-Ти-Ви» еще раз. И этот документальный фильм назывался «Як-15». Ну, сразу понятно, о ком этот фильм. 55-минутный документальный фильм об Александре Якушеве. Обожают его многие, я знаю его, действительно, очень любят, достойнейший. Хоккеист потрясающий совершенно. «Як-15» – это круто. Я посмотрел этот фильм с огромным удовольствием. И там очень много воспоминаний о канадском турне и канадской серии 1972 года. Как она проходила, как создавался регламент этих матчей. Конечно, все это очень интересно. Это история мирового хоккея. До новых встреч в эфире. И с вами был Юрий Тельман. Оставайтесь с «Картины Ти-Ви». Мы лучше.